Москва, 1 февраля 1994 года. Первые похороны в театре Ленком. У Евгения Леонова оторвался тромб, когда он собирался на спектакль «Поминальная молитва». Я 20 лет работал с вами в этом театре. Друзья, было честь и счастье быть вашим партнером. Я сыграл с вами последний спектакль «Поминальная молитва». В тот день было минус 30, но людей было море. Леонов был любовью всей страны. Обычно сдержанный Олег Янковский плачет почти навзрыд. Нет лица на Александре Сбруеве. Еле стоит на ногах близкий друг Леонова Александр Абдулов. Мы провожаем последний путь великого русского артиста. И началась череда смертей, каждая из которых оставила огромный шрам на сердце режиссера. Казалось, над театром завис злой рок. В Оленкоме говорили так, что это великий театр, в котором умирают актеры. Имея в виду, что Захаров теряет тех, с кем он создавал стилистику. В 2000 году не стало Григория Горина. Ему было всего 60. В 2008-м сгорел Александр Абдулов. И почти сразу вслед за ним скончался Олег Янковский. А в июле от той же болезни рака поджелудочной железы умер Павел Смеян. Потом ушел Леонид Броневой. Ушло такое количество блистательных имен и блистательных мастеров. Это не могло не подействовать на его психику. Москва, 28 февраля 2005 года. Кто позвонил той ночью Николаю Караченцеву, точно неизвестно. Есть две версии страшных событий. Родственник позвонил, и они поехали. Он заехал за ним, и они поехали. И это была, конечно, ошибка. По другой версии, Людмила сама разговаривала с Николаем. У нее было состояние шока. Она только что потеряла мать. Он говорит, я сейчас приеду, я тебя не могу оставить. Я говорю, зачем? Ты ничего уже не можешь сделать. В час тридцать дежурный УВД района Раменки, что на Мичуринском проспекте, получил сообщение. На обочине стоит пустая автомашина «Фольксваген Пассат», которая врезалась в столб. Для меня был гром среди ясного неба, когда я по радио вдруг слышу, вот что случилось. Вот это был гром среди ясного неба, потому что я просто на кухне, я помню, что я прям вот так на пол опустилась. В 31-ю городскую клиническую больницу Николая Караченцева доставила проезжавшая мимо скорая помощь. Актер резко затормозил перед железнодорожным переездом и не справился с управлением. Консилиум закончился. По его результатам было принято решение госпитализировать Николая Петровича в специализированное отделение Института Скрифосовска. Мне позвонили, сказали, что, простите, кто-то, Бан Караченцев, я говорю, как это мой муж? Я говорю, я сейчас подъеду. Но художник Екатерина Подколзина уверяет, что это она, а не супруга, первой оказалась у постели пребывающего между жизнью и смертью актера. В 31-й больнице работала ее знакомая. В 10 утра я была вот уже у его постели, в белом халате. Он меня узнал, хотел что-то сказать, но звука не было. Так сказать, шевелим губами, звука не было. Но жестами показал так, ну вот, видишь, разбился. У Караченцева была невероятная пластика. Он был создан для танца. И Тиколька хотел стать танцовщиком. Он обожал балет, и вся структура его, психофизика, была настроена на танцевальные шевелаты, если можно так сказать. Мать артиста Янина Евгеньевна Брунак была выдающимся балетмейстером. Закончила знаменитое Вагановское училище. Талант в своем ребенке она, конечно, видела, но внушила мальчику, что лучше заниматься спортом. У него был замечательный отец, прекрасный график. И очень ценили его и художники, и вся творческая интеллигенция. Петр Караченцев много лет проработал в журнале «Огонек». Но с Яниной не ужился. Она заподозрила супруга в измене и подала на развод, несмотря на то, что совсем недавно у них родился ребенок. Мама попросила его покинуть их обитель. Мама была очень строгой человеком, бедно, они не сошлись характерами. И мама потом вообще не вышла замуж. Потом Янина Брунак ставила балетное дело в братских странах – Монголии, Сирии, Вьетнаме. В старших классах Коля жил в интернате и очень скучал по маме. Поскольку ей доводилось работать с большими коллективами, то в ней выработался такой принцип жесткого руководства. Я когда-то спросил одного известного футболиста, вот что лучше, когда тренер, ну вот душа компании, братан, друг, или когда деспот – тиран. Он говорит, только тиран, иначе мы проиграем все. И вот это в маме было. Коля очень хотел на сцену. И из интерната отправился поступать в школу-студию МХАТ. Его приняли, но большого впечатления на приемную комиссию он не произвел. В метро он всегда покупал мороженое. Потому что он был голодным, мороженое стоило там что-то 5 или 10 копеек. И это была его основная еда. Иногда по два стаканчика. Я говорю, ну куда тебе? Он говорит, ну жрать хочется дома, ничего нет. С отличием, закончив школу-студию МХАТ, Николай и еще 9 человек с его курса пришли в театр имени Ленинского комсомола. Там было трудное время. Только что из него со скандалом выгнали Анатолия Эфроса, который не сумел сладить с истерично обидчивой труппой. В коллективе царило уныние. Караченцев долго был на вторых и третьих ролях. Дом Марка Анатольевича еще было, когда вершины Арарата, далеко еще, 6 лет, мы пришли в 67-м году, а Марк Анатольевич пришел в 73-м. Караченцев сыграл в фильме «Красная площадь» крохотную роль. Сломив упорное сопротивление 5-й армии колчаковцы заняли Уфу. Его никто не запомнил. Других предложений от кинорежиссеров не было. После проб говорили, этот актер никуда не годится. «Это сегодня, спасибо судьбе, я могу выбирать. А тогда я как дурак, ночь не спал, напомаживался. И сидел с бодуна какой-нибудь второй режиссер, смотрел, не понимая, зачем он меня позвал. Я это чувствовал». С приходом Марка Анатольевича началась новая страница Ленкома. Этот режиссер умел лепить, умел дать настоящий материал, умел увидеть, какой материал. Москва, 8 сентября 2014 года. Открытие сезона в Ленкоме. В зрительном зале сидит Николай Караченцев, который уже 9 лет не выходит на родную сцену, но считается полноправным членом труппы. «Когда я думаю о Николай Петровиче Караченцеве, я ощущаю себя счастливым человеком. Я до 1974 года, наверное, не был счастлив по-настоящему. А в 1974 году Николай Петрович подарил своего Тиля, у Леншпигеля». Успех был грандиозный. Про Караченцева заговорила вся театральная Москва. Потом он снялся в «Старшем сыне». И это была уже всесоюзная слава. «Ну вот, поздравьте меня. Я опоздал на электричку». Да, людьми милые у него были очень такие прекрасные взаимоотношения с Светланой Савеловой, замечательной актрисой, рано, к сожалению, ушедшей из жизни. Она была очаровательной блондинкой, карьера которой начиналась в конце 60-х. «Прошу любить и жаловать». «Здрасте». Она была уже известной актрисой, а Караченцев только мечтал о ярких ролях в кино и театре. Светлану называли русской Брижит Бордо. До Караченцева она уже встречалась с Александром Збруевым и считалась секс-символом Ленкома. «Как вас зовут?» «Гена вас». «Я не в этом смысле. Фамилия, имя, отчество, год рождения». «Сахненко, Геннадий, икрыть год рождения». «Не так быстро». У Светланы уже был неудачный опыт семейной жизни, но она надеялась, что с Караченцевым будет все иначе. Но в отношения влюбленных вмешалась мать артиста, которая всегда имела на него огромное влияние. «Мама Караченцева говорила, «Светлана ли мита? Она приехала из Симферополя, она очень из простой семьи, она необеспечная. Кто она вообще такая?» В общем, она их рассорила, и их отношения сошли на нет. Их судьбы похожи. Светлана Савелова тоже попала в страшную автокатастрофу, после которой не смогла вернуться к нормальной жизни. Было изуродовано ее лицо. Актриса впала в тяжелую депрессию. Душевную боль Светлана унимала водкой. В 90-е просто числилась в театральной труппе, но приходила только за крошечной зарплатой. Захаров не увольнял ее из жалости. Все знали, что Савелова страшно пьет. Опустилась, из-за нужды поменяла квартиру в центре на конуру на окраине. Совсем одиноко. Актриса скоропостижно скончалась в январе 99-го. Отчего? Никто не знает. Хоронили ее служащие театра. Платье на Савелову надели из реквизита. У нее не осталось нормальной одежды. Москва. 29 октября 2018 года. Караченцев умер накануне своего дня рождения. Ему исполнилось бы 74 года. И лежал артист в гробу в наряде, который жена купила для семейного праздника. Та рубашка, которую я купила на день рождения, 27-го, пошла на похороны. Та бабочка, вот, те трусы, те майки, все новые, все пошли на похороны. Очередь в театр поклонники артиста занимали задолго до начала гражданской панихиды. Караченцева любили полвека. И того, энергичного, веселого и героического, из советского кино и лучших спектаклей Ленкома, и слабого, и беспомощного. Почти все нулевые. Люди шли, ну, не один час, такой серьезной толпой большой. Вот, и плакали. Конечно, все знали, что последний год артист боролся с неизлечимым недугом, что шансов нет. Но к смерти подготовиться невозможно. Ушел друг и великий актер. Он ушел, чтобы остаться с нами до тех пор, пока мы существуем. Все были охвачены, понимаете, просто таким настоящим горем, особенно близкие люди. У гроба жена артиста Людмила Поргина. Они прожили вместе 43 года. Наверное, вот именно такая жена, такая спутница жизни Караченцеву и была нужна. С одной стороны, очень неординарная, очень непростая, с собственным, очень богатым жизненным опытом. И с другой стороны, вот действительно верная подруга, отказавшаяся от всего ради него. Брак с Николаем Караченцевым был третьей попыткой Людмилы Поргиной обрести семейное счастье. Первый раз она выскочила замуж сразу после школы. Кипели страсти. Мне 17 лет было, родители подписывали разрешение на брак. Ну, вот такая активность у меня. И половая, и темпераментная. Семейная жизнь была недолгой. Поргина развелась и вышла замуж за каскадера Виктора Корзуна. Они познакомились во время съемок фильма «Много шума из ничего». Дело было в Ялте. Известно вам какое-нибудь препятствие, Гера? Нет, мой супруг. Потом Поргину приняли в труп Пуленкома. Казалось, что впереди блестящая карьера. Она талантливая считалась. Одна из любимых учениц Аллы Константиновны Тарасовой. Когда она пришла в наш театр, все мужчины, включая Олега Янковского, все, как говорят в простонародье, стали подбивать клинья. Когда Поргина влюбилась в Николая Караченцева, она еще была замужем за Виктором Корзуном. И рисковала ради нового чувства жизнью. И сбил сначала. Потом хотел убить в лесу, увез в лес. Не мог расстаться со мной. Я сказал, зачем тебя убивать, чем такой грех? Я могу сама себя, если что, ты уж так уж на себя грех-то не бери. Ну и он тогда меня закинул в машину, довез его до маминого дома и там, значит, выкинул. Романа Людмиле было мало, и она настойчиво подводила Караченцева к мысли, что им нужно пожениться. Сыграли свадьбу, но он поставил условия. Никаких киносъемок. Пожалуйста, оставайся в театре. Но главное внимание ему и дому. И Людмила от карьеры отказалась. А жизнь Караченцева неслась с сумасшедшей скоростью. Он словно наверстывал то, чего был лишен в первые годы своей актерской карьеры. Он стал очень популярным артистом. Венец творения дивная Диана. Я вам оплот. Я вам оплот. У него была энергия, у него был темпер. Собственно, вообще Караченцев это прежде всего энергия. Эта энергия его, кстати, изгубила. Ведь в ту роковую ночь он мчался на дикой скорости. И жил точно так же. На сумасшедших оборотах, без сна и отдыха. Всегда опаздывал. И дайте пожрать, я голодный. Первое, что он всегда говорил. У Караченцева были сотни настойчивых поклонниц, которые менялись у входа в ленком и беспардонно лезли к нему в квартиру. Он очень переживал из-за того, что одна отвергнутая им молодая поэтесса поднялась на крышу общежития и прыгнула вниз. Караченцев как мог утешал ее мать. Но что тут скажешь? Это было страшно. Поргиной было, конечно, непросто. Но она научилась усмирять в себе ревность и не копить обиды. Все, кто его хорошо знал еще во времена, до болезни, все говорили, ну, тяжелый мужик, как она с ним живет? До нее, конечно, доходили сплетни об изменах мужа. Особо серьезным было его увлечение актрисой Ольгой Кабо. Где-то за окном, словно за бортом, вдаль плывет мое детство. Леди Гамильтон, леди Гамильтон, я твой адмирал Нельсон. Он даже якобы прорывался уйти от органа Кабо. Понять Николая Петровича можно, потому что Кабо, она действительно красотка, она роскошная, она яркая, она статная, она настоящая русская красавица. Людмила об этом узнала, но разводам не угрожала. Состоялся тяжелый разговор, и она снова мужа простила. Я посправила, задала вопрос, Коля, это что, это очень серьезно? Он сказал, говорит, серьезно, это ты, мой сын и я. Ты меня поняла? Ты будешь всегда со мной рядом, и никто другой. Москва, 1 марта 2005 года. У НИИ Склифосовского каждый день дежурят журналисты. За новостями о состоянии Николая Гораченцева следят миллионы людей. У него тяжелая черепно-мозговая травма и повреждение груди, перелом трех ребер. Сделана повторная операция. И больше всего журналистов волнует вопрос, где же близкие актеры? Скажите, а родственники сейчас находятся? Где находятся родственники или кто, это вопрос, который в данное время меня не интересует. Екатерина Подколзина утверждает, что Людмила не сразу приехала в больницу, потому что в то время не жила со своим супругом. Дело шло к разводу. Да, они разъехались и встречались только в театре. И Николай Петрович жил на даче, а супруга в доме. Гораченцев считал себя по сути свободным человеком. И Екатерина влюбилась в него, когда писала портрет актера. Она ему нравилась тоже. Меня так вот грубо, зримо спрашивали о физической близости. Да, нет, мы этого избежали, поскольку женатый человек, и, так сказать, он существует в определенном режиме. Все это могло состояться уже потом. Караченцеву сделали две операции на головном мозге. Он пробыл в реанимации месяц. А когда пришел в себя, и врачи разрешили ему принимать посетителей, то друзья актера испытали настоящий шок. Это был не он. Мозг был смят. Понимаете? Представьте себе, яйцо, смятку сваренное, по которому ударили. Вот и все. Поэтому шансов, будем говорить, серьезных, на последующую полноценную реабилитацию с моей точки зрения не было. Людмила развернула активную реабилитацию. Каждый день к нему ходили логопеды, массажисты, физиологи. Караченцев не говорил, мычал. У него были атрофированы все мышцы. Его заново учили ходить. Конечно, она ему продлила жизнь. Он не просто как овощ сидел дома, около телевизора, ел, спал и ходил в туалет извинять. Как только Караченцев научился относительно твердо стоять на ногах, Поргина занялась активной светской жизнью. Театры, концерты, премьеры, презентации. И все спорили, правильно ли выводить в свет человека в подобном состоянии. Надо было ли несколько лет показывать нам его в том виде, в каком он стал появляться на публике. Не знаю, правильно это или нет. Москва, 16 июля 2007 года. Площадь звезд на Мосфильмовской улице. Торжественная церемония в честь закладки именной плиты народного артиста России Николая Караченцева. Дай Бог тебе, дорогой наш, любимый партнер, коллега, товарищ, здоровья. И поскорее возвращайся в театр. Родной, мы тебя очень любим. Площадь! 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 Караченцев слаб, еле стоит на ногах. Но Людмила была уверена, ему нужны аплодисменты, внимание людей, иначе смерть. Ни в коем случае нельзя подходить к этой ситуации по меркам, ну вот старинным, что вот раз ты инвалид, так сиди дома. Нет. Это, во-первых, публичный человек. Для него публичность – это счастье. Но другие упрямо и зло говорят, ну где была эта Боргина до трагедии со звездным супругом? Кому она была нужна? Никому. А тут стала звездой новостей и ток-шоу. Простите, она пиарилась на несчастье мужа. Это было наблюдать очень тяжело. Она была вся просто, вот вся в каких-то брилликах, так сказать, в люрексе и прочем, и прочем. И такая недоигравшая актриса, она доигрывала в ток-шоу. А другие называют ее поведение многолетним подвигом. Она поставила мужа на ноги, научила чувствовать себя человеком. Тучи над городом стали. Дальше. Можно поиграть. Грозой. Так, ну. Дала ему веру в то, что он будет жить, и в то, что он нужен людям. Его ценят, не забыли, помнят. Для нее мир перестал существовать. Только Коленька, его здоровье. Она его постоянно возит по клиникам, по санаториям. Они были в Израиле. Они были в Германии. Несколько раз у лучших специалистов. И любые двери открывала сумасшедшая энергия Людмилы. Не разговаривал. Губы не двигались. Не глотал. Тут трубки стояли. Ну, не ходила, а вот только одна рука. И он пишет, надо срочно венчаться. Я говорю, а как ты это видишь? Ты даже стоять не можешь. Ты даже дышать, ты дышишь на аппарате. Ты ешь через трубки. Как мы будем венчаться? Он пишет, когда встану. Москва, сентябрь 2007 года. Спор трупа Ленкома перед юбилейным сезоном. Букеты, подарки. Но настроение у Захарова грустное. Минувшей ночью он вернулся в Москву из Израиля, где встречался с Александром Абдуловым, который боролся там с раком. И передал коллегам на путствие. И запомните, любите не себя в искусстве, а здоровье в себе. Александр Абдулов пришел в Ленком еще студентом. И Захаров испытывал к нему отеческое чувство. Несколько раз грозился уволить за загулы, опоздание и пьянку. Но никогда бы, конечно, с ним не расстался. Это единственный актер, который у него снялся во всех фильмах. Мне кажется, он его любил за то, что он сам его создал. Это было сродни любви волшебника из обыкновенного чуда к медведю, что он сам его создал. Ходили слухи, что Захаров видел Абдулова в мужьях своей дочери Александры. Он думал, что это выгодная партия, потому что такой и красавец, и вся страна любит, и будет такой брак интересный. Москва, 5 января 2008 года. Проститься с Александром Абдуловым пришло 20 тысяч человек. Улицу перед театром перекрыли. Захаров говорил, еле сдерживая слезы. Над нашим театром взошло солнце. Ослепительный, теплый, целебный свет, который служил нам, освещал и озарял нам долгие-долгие годы нашего бытия. Абдулов, Янковский, Сбруев, Караченцев держали весь репертуар. Публика шла в Ленком ради этих бесподобных мужчин. На пике счастья, наконец, семья, наконец, ребенок. И вот за что, почему? На этот вопрос никто ответить не может. Расписание привез. Какое расписание? Расписание парома, который вводят в одну сторону. Одну из последних ролей в кино Абдулов сыграл в фильме «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Жену жалко. Плачет. Точно так же мучительно, как его герой Алик, умирал и сам Абдулов. В ад он попал еще при жизни. Казалось, что во время кашля из актера выходят куски его легких. В последние дни не помогали даже огромные дозы наркотических средств. Мучения были невыносимы. Он говорил, что больно очень. Очень больно. Ну, я мог только ответить, что, Саш, надо терпеть. Эта же болезнь погубила и Николая Караченцева, который долгие годы боролся с последствиями страшного ДТП и тяжелой травмы мозга. Диагноз «неоперабельная опухоль в левом легком» был поставлен в Израиле. Там же он прошел курс облучения и химиотерапию. Деньги на процедуры собирали всем миром. Но дорогое лечение не помогло. Когда мы были с Колей облучались в Тель-Авиве, когда мы уже пришли к окончательному решению, что наша жизнь заканчивается, в гробу Господню повезли его. И вдруг мальчик подходит. Ури, Ури, возьми конфетку от меня, от мальчишки, пожалуйста. Тебе же будет сладко от меня, от мальчишки. И у Коли слезы потекли. Он говорит, значит, я не зря прожил жизнь, если этот парень мне шоколадку дает. После этого Караченцев вернулся в Москву и был помещен в 62-ю онкологическую больницу в Красногорске. И он, и Людмила знали. Осталось совсем немного. Торжественное открытие памятника на могиле Николая Караченцева. Людмила Поргина целует гостей. Мы сразу для себя поняли, что это должна быть финальная сцена из спектакля «Ино на войск». Это визитная карточка моего папы. Премьера «Юнона и Авось» состоялась в июле 81-го года. Марк Захаров вспоминал, что перед сдачей спектакля он и автор текста Андрей Вознесенский отправились в церковь, поставили свечку. Не верили, что чиновники разрешат такое. Это было главное. Но не говоря о том, что мы очень хотели, чтобы это был хороший спектакль, и чтобы он потрясал людей. В эпоху застоя все искали в тексте Вознесенского разные политические аллюзии. А потом на первое место вышли чувства – редкая любовь. Это было событие для Линкома и для нашего искусства. Спектакль увидел знаменитый французский кутюрье Пьер Карден и добился гастролей Линкома в Париже. Был триумф. Карден светился от счастья. Карден, как большой поклонник, так сказать, мужской красоты, ему очень нравился Абдулов. Ну, это высокий, тонкая шея, все такое. В 91-м Абдулова в спектакле заменил Виктор Раков. Но графа Рязанова всегда играл исключительно Николай Караченцев. Да вы, Россия и Мир, смогли процветать в спокойном и полезном уединении. Необходимо вдохнуть жизнь в дела нашей русско-американской компании. Марк Захаров на прощании с Караченцевым был очень слаб. Выглядел плохо. Это была последняя, уже просто невыносимая для него утрата. Я так боялась за него, он такой бледный был. Он сказал, да, он встал, он сказал какие-то слова. И недолго, потому что тяжело ему стоять было. Захаров сам был актером. Закончил ГИТИС. Но очень скоро понял, что артист из него никудышный. Он рассказывал, как он бендера смешно играл. И зритель в первом ряду после 15 минут сказал, ну так. Выдохнул и вышел. Прямо с первого ряда. Но Захаров понял, он должен заниматься режиссурой. Начал с драм-кружка в Пермском университете. Потом был студенческий театр МГУ. Его заметил знаменитый Валентин Плучик. И доверил ему постановку доходного места в театре «Сатиры». На сцене блистали Андрей Миронов, Татьяна Бельцер, Анатолий Папанов. И это было попадание прямо в сердце зрителя. И очень острый текст Островского. Как бы про наши взятки, про нашу действительность. Про то, как тут все прогнилось снизу доверху. Власти спохватились и быстро спектакль закрыли. Та же участь постигла и пьесу «Банкет», которую написал Григорий Горин. Это не разлей вода вообще, Горин, Захаров. Это друзья по жизни. И в театре он его пьесы ставил у себя. И кино. Это просто невозможно их разделить. Григорий Горин – автор всех легендарных пьес Ленкома. Дом, который построил свифт, поминальная молитва, королевские игры. Чума на оба ваши дома. У вас теперь отца нет. У вас теперь отец. Бадюшка. Эта встреча, вы знаете, как вот композитор-либретист, или композитор-исполнитель, или даже иногда муж и жена. Это важнейший человек в жизни Захаров. С Гориным Захаров простился в 2000 году. Драматург скоропостижно скончался от сердечного приступа. Ему было всего 60. Это те опоры, на которых стоял театр, и на которых эмоционально держался Захаров, потому что это его эпоха, это его время. Москва, 22 мая 2009 года. Олег Янковский до последнего дня не выглядел тяжело больным человеком и старался держать лицо. Выглядел спокойным. Никто, даже из самых близких, даже из родственников его, до конца не знал, чего этому стоило. И какая-то... То есть он ушел так, как будто это, знаете, там, болячка какая-то. Проблемы со здоровьем у актера начались за год до смерти. Он пришел к врачам с жалобами на плохое самочувствие и отвращение к еде. Обследование выявило ишемическую болезнь сердца, и после курса лечения Янковского отпустили домой. Но начались страшные боли. И накануне 2009-го он снова оказался в больнице. И услышал приговор. Поздняя стадия рака поджелудочной железы. Актер прошел несколько курсов химиотерапии. В канун 65-летия даже вышел на сцену в спектакле «Женитьба». Но болезнь оказалась сильнее. Захаров, который еще недавно плакал у гроба Александра Абдулова, в тот день говорил очень мало. Слова подбирать было трудно. Янковский для него очень много значил. Но история... ...должна быть закончена. У нее должен быть конец. Уход Олега, он сказался, конечно, сильно на театре, на том, что там идет. Безусловно, он держал, по сути, многие спектакли с собой. Московская область. 27 февраля 2017 года. Посреди дороги грузовая «Газель» с помятой дверью. В метрах 40 разбитый внедорожник. По мистическому совпадению Николай Караченцев попал в это ДТП в тот же день и почти в тот же час, что и 12 лет назад, в 2005-м. За рулем была Людмила. Она везла мужа, подругу Эльзу и медсестру Надежду. Джип врезался в «Газель» и перевернулся. Все получили ушибы и порезы. У Караченцева случилось легкое сотрясение мозга. Вот он. И сбил нас просто насмерть. Нас перевернуло уже. Обследование показало, что на литр выдыхаемого воздуха у нее находилось 0,39 миллиграмм на литр. Она двигалась в этом состоянии опьянения по полосе, предназначенной для движения встречного автотранспорта. И, соответственно, на встречной полосе совершилось столкновение с водителем «Газели». Поргину лишили на 18 месяцев прав и присудили штраф в 30 тысяч рублей. Николай Караченцев снова оказался уже в родном для него институте Склифосовского. И врачи сказали, что все обойдется. Но прошло полгода, и у него нашли неоперабельную опухоль в левом легком. И началась мучительная борьба за каждый день жизни. В это время на экранах появилась некая Елена Дмитриева, утверждавшая, что 23 года была любовницей артиста. Это я под сомнение не ставлю никак. То, что это рушит вот эту вот легенду о счастливой любви, там, для Меландрии, я и сочувствую, конечно. Со слов Елены Дмитриевой, Караченцев приезжал к ней долгие годы в Ленинград. Был страстный роман, и она терпеливо ждала, когда же он, наконец, разведется. Состояние актера не позволяло ему дать внятный комментарий на эту тему. Бурно реагировала на слова Дмитриевой только его супруга. Чтобы 23 года, как она пишет, человек смотрел мне в лицо и врал, это не Колина жизнь. Он не смог так, понимаете. Он принципиально не мог лгать. Жена и предполагаемая любовница дали несколько интервью главным телеканалам. Публика встала на сторону Боргиной и осудила бывшую балерину, которая вывалила интимные тайны за крупные гонорары. Она думала, что вот этот ее рассказ, он ее выбросит, какую-то даст ей новую жизнь, даст больше известности, популярности. Может быть, что-то сработает. И все, конечно, сочувствовали больному актеру. И надеялись, что он плохо понимает, какой некрасивый скандал закрутился вокруг его фамилии. Это, конечно, не от большого вкуса. Не от большого вкуса, не от большого ума. У Марка Захарова была идеальная мужская репутация. Никаких увлечений красивыми молодыми артистками, калейдоскопа внебрачных связей. Он был женат один раз на актрисе Нине Лапшиновой. И всегда был ей верен. Жена Лапшинова – замечательная актриса, которая начинала более успешно, чем он, так сказать, актриса. Она отказалась от своей карьеры ради мужа, понимая, что лучше ему помогать, и это будет более, так сказать, важно для искусства. Вместе они прожили полвека. И она всегда оставалась в тени своего гениального мужа. Мудрая, умная, бесконечно любящая. Ее не стало в 2014-м. Онкология. И Захаров стал совершенно другим человеком. Что творилось в его душе, одному Богу известно. Не позавидуешь. Москва, 24 октября 2018 года. На фоне лечения рака у Николая Караченцева стали один за другим отключаться внутренние органы. Он был без сознания, но иногда приходил в себя, узнавал окружающих, ночью мог неожиданно спросить, а вы не видели мою маму? Я вызвала священника, мы его соборовали, мы ему причастились, поверили, причастили. А потом я ему сказала, Коля, позволь, мы сейчас будем читать молитвы об исходе души, чтобы душа ушла, чтобы тело не мучилось так вместе с тобой. Его не стало утром 26 октября 2018 года. И Людмила вновь угодила в эпицентр публичного осуждения. В этот же день она пришла на запись программы для одного из федеральных каналов. Я думаю, что, может быть, даже не бесплатно. Хотя всем было странно, что он умер, а они уже ходят в ток-шоу. После гражданской панихиды гроб с Караченцевым вынесли из Ленкома подоглушительные аплодисменты и крики «Браво!». Потом артиста отпели в храме воскресения Славущего на Успенском вражке. Жизненный путь не кончается гробом. Если бы было так, то все бы наше существование превратилось в бессмыслиц. И его жизнь не кончается с гробом. Она продолжается. В последние годы жизни Караченцев стал истинно верующим человеком. И к этому его тоже привела Людмила. Один из подарков Коле будет на его юбилей. Это поездка в баре к Николаю Годнику в Италию. Похоронили артиста на Троекуровском кладбище, где упокоилось очень много его звездных коллег. Могилу завалили цветами. А потом состоялись поминки, которые в интернете окрестили веселыми похоронами. Поргина первым делом предложила открыть хорошего шампанского. Она, преодолевая в себе, сказала, давайте не будем сейчас все плакать, рыдать. Вот давайте... Коля любил, чтобы было весело. Давайте выпьем за Колю. Нам за Колю выпить пора. Гиб-гиб. Ура! И все прокричали. Ура! 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 А 28 сентября 2019 года не стала Марка Захарова. И это снова были страшные дни для Ленкома. Это какой-то был удар, на самом деле. Ну, все для меня в профессии. Поэтому я потеряла человека, который для меня близок. Он мне по-своему родной. В конце августа Марка Анатольевича доставили в одну из московских больниц из-за двустороннего воспаления легких. Ему было очень трудно дышать. Его поместили в реанимацию. И из больницы он уже не вышел. И это настолько нас всех вдруг объединило, сплотило. То есть вот это мгновенное сиротство, в котором мы оказались. То есть мы реально... И каждый говорил одно и то же слово, что мы так осиротели. Проститься с отцом Ленкома пришло невероятное количество высоких лиц. И сотни людей, благодарных ему за великие спектакли и великих актеров. Это были искренние слезы. Пришли люди, которые понимали, какого масштаба человек ушел. Из нашего искусства, из нашей жизни. Успех Ленкома пришелся на эпоху застоя. После перестройки его голос уже не звучал, как раньше. Театр – живой организм. Он не может существовать на всем протяжении, где-то наверху. Такого не бывает. Это невозможно. Когда можно было открыто говорить все, что угодно, конечно, вот эта тонкость театральная, она стала невостребованной. Марк Захаров продолжал напряженно работать. Но театр все время нес страшные потери. Кто-то уходил в мир иной. Кого-то выгонял сам Захаров. С многими людьми он расставался в театре, которые были прекрасными, талантливыми артистами, но которые там не могли вовремя приходить на репетицию, выучить текст, отрегулировать свои отношения с алкоголем. Захаров всегда сохранял невозмутимый вид. Не делал пошлых кассовых спектаклей. Его уважала вся страна. И многие говорят, что Ленком без него невозможен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова